В попытке повысить качество новых NFT-проектов, фонд Celana Foundation инициировал конкурс для начинающих цифровых художников. В рамках NFT Shutdown авторы должны прислать свои бизнес-идеи и наработки для коллекции невзаимозаменяемых токенов, которые создают реальную полезность для индустрии моды, развлечений и игр. NFT Shutdown создан для поощрения изменений в подходе к проработке бизнес-плана перед запуском коллекции. Проекты должны учитывать, что потребуется для достижения долгосрочного успеха в качестве NFT-бренда. Прием заявок открывается 10 июня. Компания выберет 10 победителей, которые получат рекомендации от Celana. С лучшими проектами проведут консультации ведущие эксперты в области продвижения NFT и расскажут, как добиться долгосрочного успеха. Ранее разработчики Celana представили технологию State Compression, которая значительно снижает издержки при осуществлении анчейн-операции, в том числе при создании NFT. Команда Avalanche договорилась о сотрудничестве с провайдером облачных услуг Alibaba Cloud с целью создания платформы для развертывания метавселенных. В ходе конференции Avalanche Summit 2 в Барселоне партнеры анонсировали запуск проекта Cloudverse. Инициатива предлагает коммерческим организациям простой, удобный и экономичный способ расширения бренда в виртуальном веб-три мире. А третий партнер Metaverse Universe AssetDAO представит промежуточное программное обеспечение сервисного уровня, которое поможет в создании настройки новых метавселенных. Согласно данному заявлению, компании получат доступ ко всем функциям метавселенной, которые уже доступны на Avalanche, включая техподдержку, визуализированный анализ и интерактивные сервисы. Очередной хэповый токен MEMPP продолжает набирать обороты. За сутки курс токена вырос на 45%, а его капитализация превысила уже 1 миллиард долларов. При этом в контракте токена есть функция блокировки адресов. Интересно, что разработчики добавили функцию блокировки адресов. При применении этой функции пользователь, купивший токен, не сможет его продать, обменять или вывести. Отменить блокировку нельзя даже разработчикам, так как сменился владелец смарт-контракта. Правда, и добавить адрес в черный список они уже не могут. Мало того, что данная функция уже применялась. Через два часа после запуска PP некий адрес купил 2,5 триллиона токенов, что по текущему курсу уже превышает 8 миллионов долларов. Уже через 10 минут после покупки разработчики заблокировали данный адрес. Возможно, речь идёт о какой-либо инсайдерской торговле, поэтому разработчики математического токена решили заблокировать данный адрес. Проблема в том, что контракт при каждой транзакции проверяет, нет ли в черном списке автора транзакции. Это добавляет небольшое количество газа, необходимое для проведения транзакции, и, соответственно, комиссию. Также стоит отметить, что в смарт-контракте PP есть функция сжигания токенов. А вот функции выпуска нет, то есть количество циркулирующих токенов может только сокращаться. Все по ценным бумагам биржам США стёрло своё первое формальное определение цифровых активов из свода правил для хедж-фондов. В первоначальной версии документа они обозначались как активы, которые выпускаются и передаются с использованием технологий распределённого реестры, или блокчейна. В первоначальной версии документа они обозначались как активы, которые выпускаются и передаются с использованием технологий распределённого реестра или блокчейна, включая так называемые виртуальные валюты, монеты и токены. Мы предлагаем термины определения, которые соответствуют недавнему заявлению SEC о цифровых активах. Мы считаем, что такая классификация обеспечит последовательное понимание предмета, которым мы намерены заниматься. Однако в утверждённых правилах этот пункт отсутствует. В сноске сказано, что комиссия пока прорабатывает определение, уже предложила добавить его в глоссаре общепринятых терминов. В сентябре 2022 года глава SEC Гэрик Генслер заявлял, что предполагающие возможность стейкинга криптовалюты могут попасть под определение ценных бумаг на основе теста Хауи. Признаки достижения окончания цикла повышения ключевой ставки ФРС могут стать катализатором сильного ралли биткоина. Согласно аналитикам Matrixport, первая криптовалюта подражает на 20%, до 35-36 тысяч. 3 мая Федрезерв повысил диапазон ключевой ставки на 25 базисных пунктов. При этом биткоин удержался выше 28 500. Ранее глава ФРС Джерем Паул в ходе выступления перед Конгрессом заявила о высокой вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако крах американских кредитных учреждений швейцарского инвестбанка Credit Suisse заставил инвесторов ждать от регулятора более мягких шагов. Аналитики Matrixport также сослались на турбулентность в банковском секторе США, что требует вливания ликвидности и гарантий для покупателей санируемых учреждений. Помимо ФРС, в качестве драйвера специалисты назвали возобновление корпорациями выкупа собственных акций с рынка после завершения сезона квартальных отчетов. Суммарно на эти цели в текущем году компании могут потратить 1 триллион долларов. Это продолжит оставаться попутным ветром для акций и рисковых активов в целом. Также в Matrixport обратили внимание на сокращение объемов торгов, подчеркнув ограниченное сопротивление на пути вверх. Но для того, чтобы участвовать в розыгрыше на 150 долларов, обязательно подпишись, оставь свой комментарий и поставь лайк. Криптовалютный кошелек TrussWallet начал поддерживать Тонкоин, об этом сообщает сайт Коддурова. Теперь пользователи TrussWallet смогут хранить монеты в оригинальной сети блокчейна. Ранее в приложении были доступны только обернутые версии Тон в сетях BIP20 и ERC20. Мы рады стать одним из первых крупных кошельков, интегрировавших Тон. TrussWallet по-прежнему привержен инновациям и доступности, и мы ждем возможности помочь этому блокчейну развиваться и охватить миллионы пользователей.